всем привет сегодня я хотел бы затронуть тему по правке заточки ножниц по металлу на днях заезжал в фирму в одну и увидал как ребята пытались наточить ножницы по металлу совершенно новые ножницы только с магазина точили на наждаке их не то что точили просто убивали их ножницы вот сегодня хочу показать как нужно делать их тот вариант которым я пользуюсь я считаю что на наждаке ножницы по металлу точить просто нельзя ну считай кощунством что наждаке просто убиваются ножницы по металлу вот покажу приемы все способ как от которым я пользуюсь вот но и результат как раз сейчас ножки пришло время их править со временем ножницы по металлу нужно править вот сейчас покажу как это делается ну такие вот ножницы у меня есть российского производства они покупались в начале двухтысячных да уже лет лет десять уже им уже сломаны были ручки отламывались от непосильные работа так скажем ну вот такая вот выработка получается на губках вот так вот они вырабатываются проверить как ножницы в принципе что уже правленные ножницы шлифованные что с магазина с магазина обычно они не режут это вот российского производства там это китайского такого то есть берем лист металла и мы должны зарезаться как бы металл и тоненькую тоненькую полосочку вот они вроде начинают но закусывают то есть не с этой стороны не с этой стороны все они не просто минут металл вот все из-за того что вот здесь вот по губкам пошла выработка и уже зазор образовался между губками зазор то есть наша задача вот эту поверхность плоскость шлифануть чтобы она была плоской ну в принципе любые ножницы вот для прямого реза там какие-то советские фигурные китайские вот такие вот вот эти может быть не китайские то крафту не знаю чем принципе у них также вот вот на плоскость которая должна быть идеально ровная чтобы ножницы не закусывали и резали как положено вот править будем на таком круге наждачном по случаю мне достался был у меня другой куда-то он девался непонятно кому-то я давал поработать и все вот такой по случаю мне достался принципе не очень крупный не очень мелкий тоже был маленько засаленный а вот вроде как потихоньку оттер вот на нем будем править для этого нужно разобрать ножницы раскрутить болтик и править и один момент хотел бы сразу заметить когда будете шлифовать плоскость нужно не переусердствовать и следить за тем чтобы отверстие под болт было перпендикулярно плоскости вот режущей кромки если при правке при шлифовке вы какую-то сторону или носик или пяточку завалите то потом губки могут разбежаться у вас раскрыться и они не будут параллельными поэтому аккуратненько за этим следим ну все сейчас дальше сейчас разберу покажу как разбираем ножницы наши я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, что мы сейчас имеем в данный момент, видно здесь потертости, вот износ, линия износа поблескивает. На этой губке также, хорошо видно здесь вот износ. Ну все, шлифуем. Немаловажный нюанс камень. В принципе можно делать это и на наждачки, то есть на какую-то ровную поверхность наклеить там или прибить на ровную досточку наждачку, можно наждачки это делать. Ну коли есть у меня камушек, то буду на камне это. Немаловажный момент, чтобы плоскость была ровная, чтобы у нас никуда губка не завалилась. То есть в чем заключается способ-то. Ставим на плоскость, так чтобы проверяем, чтобы не болталась и просто, просто шлифуем. Со временем камушек проворачиваем, чтобы на камне тоже сильно выработка не шла. И все, и вот таким способом шлифуем. Потихонечку, не торопясь. Первый раз с нуля я ножницы вот эти, ну где-то около недели, ну 5 рабочих дней шлифовал, потому что видать то ли при закалке, то ли, ну короче говоря, при изготовлении здесь была вот чашка почему-то, то есть цеплял, когда нашлифовал носик и вот здесь пятка цепляли. Вот, ну а сейчас, сейчас вот более-менее уже плоскость поблескивает, ну то есть выводим так, чтобы блеск был одинаковый на всей плоскости. В принципе, также эту процедуру можно, конечно, на наждаке делать, если рука твердая, не дрогнет, но все же на наждаке очень сложно контролировать вот этот вот угол, чтобы не завалить вот эту плоскость относительно отверстия. Ну, сложновато, потому что где-то чуть прижало и все, и она уже плоскость уйдет. Поэтому, ну я вот ручным способом пользуюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, с одной губкой закончили. Вот так вот сейчас это все выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Ребят, ни в коем случае вот по вот этой кромке точить нельзя ножницами. Ни на наждаке, блин. Вообще ее, в принципе, как бы трогать не надо. То есть сейчас вот мы шлифовали вот эту, вывели плоскость, здесь чуть-чуть образовался заусенец. Просто его, соблюдая вот этот угол, ставим на камушек. И потихонечку вот так вот снимаем заусенец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас она в таком состоянии... Выработка вот здесь... Отблескивает... Здесь какая-то полоса... Все, сейчас шлифуем дальше... Ну вот, каких-то 10-15 минут... Вторая губка... Тоже готова... Все... На этом... Правка, заточка ножниц... В принципе, как бы закончена... Нам остается сейчас только... Убрать абразив, который в отверстие попал... Приправки... Смазать... Трущиеся... Все части... Смазкой... Ну... Я использую литол... Можно, в принципе, и масло... Но масло нежелательно... Масло оно текучее... Со временем... Быстро... Вытекет... Особенно, если... Когда жарко... Ну... Все вытекает... Вот... Поэтому... Литолом... Более вязкий... Плотный... Усердствовать не нужно при смазке... Потому как... Ну... Чтобы лишний... Никуда он... Наружу не вылазил... Этот... Литол... Смазка... Вот... Все тщательно... Вот... Вытираем все отверстия... Чтобы... Оставшийся абразив... Там... Ничего не шоркал... Все... Сейчас... Смазываем... Собираем... Ну... И посмотрим, что получилось... Ну... Вот такой вот литол... Мне тоже по случаю достался... У тестя... Я баночку одну выцегонил... Вот... Ну... Чуть-чуть... Вот на кончике... На отвертке берем... Смазываем... Немножко... Прям... Чуть-чуть... Отверстия... Получается, что... На одной губке... У нас... Отверстие с резьбой... На второй... Гладкое отверстие... То есть... Болт получается... Через гладкое проходит... Вкручивается... Во вторую губку... И контрагается... Гайкой... На болтике тоже... Трущу... Вот эту часть... Его... Подмазываем... Со смазкой... Не усердствуем... Лишнее... Все равно... Все выдавит... Все... Что лишнее... Потом обострю... Все... Собираем в обратном порядке... virginity... Четыре и злая... вещество! Из esque-то! чуть-чуть посильнее подтягиваем шайбочка граверная контрагайка так сказать ну вот ножницы собраны другие теперь нам нужно их подрегулировать то есть гайку мы практически до конца затянули не усердствую опять же и теперь болт чуть-чуть откручиваем регулировать нужно так чтобы как бы люфт был минимальный по губкам но и в этом же случае чтобы губка ручка сама падала то есть не надо никаких не пружин тут я видел пружины ставят сюда ставят вот на ручке шланг кислородный какой-то чтобы как пружина работал ничего этого не нужно если здесь все правильно сделано то есть губка падает сама так ну все давайте сейчас вытираем все остатки вот эти излишки смазки которые у нас выдавил с одной стороны смазка конечно это хорошо но с другой стороны тоже вот когда она на трущихся часах здесь остается все равно ножницы как бы там ни было пыль абразив всякая грязь попадают на эти части саде перемешиваться с этой смазкой и потом в конечном итоге это все там изнашивается со времени поэтому маленько поработали поработали преработали все и вот излишки вытерли все в принципе ножницы вот попробуем газетка режет как бы это в принципе не показатель самый показатель работоспособности ножниц это проверяется вот по металлу то есть ну так в принципе любые ножницы могут самое главное то есть нам важен зарезать зарез то есть мы берем какую-то кромочку там буквально ну совсем чуть-чуть зарезались и то есть вот кромочка то есть поставили все ножницы не закусывают металл зарезаются также с другой стороны тоже тоненькую снимает ну все ножницы работают то есть то что мы хотели опять же повторюсь ребят не точите ножницы на наждаке то есть вот эту кромку на наждаке как я ну я не знаю как вот эти вот канцелярские ножницы по металлу так не точится то есть здесь на крайний случай вот заусенец снять и все или поправить чуть-чуть ножницы по металлу точится по плоскости шлифуются по плоскости вот этих вот губок все как-то так ну в принципе можно эти ножницы эти где-то я нашел тут от старого хозяина гаража мне достались в принципе они рабочие и вот чуть-чуть закусывают этому поправить ну принцип тоже самое единственное что вот этих советских вот этих фигурных ножниц у них и по губке радиус и вот здесь вот на губках не знаю показывает нет камера увидите нет вот здесь вот выборка сделано то есть когда по радиусу там по какому-то режем чтобы не мешали нам вот эти губки то есть позволяет наклонять ножницы то это выборка здесь хорошо видно то есть также таким же способом вот это вот плоскость вот это также вы шлифовывается чтобы было по всей длине от этой губки чтобы она была одинаково ровненько плоскость не заваливаем относительно болта и все все будет работать все будет стричь